Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня непростую тему, потому что эта тема связана у нас с госзакупками и связана с принятием и вступлением уже в силу нового закона, который эту сферу регулирует. По номерам это 44-й новый, 94-й старый, чтобы наши слушатели не очень путались, озвучиваю это сейчас. Но, тем не менее, мы говорим о сходствах и различиях старого и нового закона. Зачем потребовалось принимать новый закон? Какие новеллы, скажем, с точки зрения закона, процедуры? И что следует знать тем, кто, может быть, уже участвует в этой процедуре или планирует строить такие планы для своего бизнеса? Итак, государственные закупки, сходства и различия старого и нового закона. У меня в студии сегодня находятся Георгий Суходольский, исполнительный директор Национальной ассоциации институтов госзакупок, и Татьяна Денисова, начальник отдела договорной и претензионной исковой работы Центра эффективных закупок tender.ru. Доброе утро. Доброе утро. Сразу скажу нашим слушателям, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, либо поделиться ситуацией или своим мнением. Можно также написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». Ну и если это произойдет в течение того времени, пока мы в прямом эфире, в течение ближайшего часа находимся, то я, конечно, обязательно попрошу наших экспертов, которые находятся в студии, на ваши вопросы ответить или вашу ситуацию прокомментировать. Итак, обсуждаем сегодня госзакупки, старый новый закон. Я обращаю свой первый вопрос, который я уже сформулировала в целом. Только что, для чего вообще понадобился новый закон? В чем его такое принципиальное отличие от старого закона? Кто из вас первый возьмет на себя лидирующую роль в этом плане? Ну, во-первых, вопрос уже перефразирован. Сначала было сказано, зачем теперь, для чего. Но если вы считаете, что это имеет принципиальное значение, любую форму возьмите. Да, да. Поскольку я у себя в голове в любом случае разделяю вопрос на почему сначала и зачем. Почему, наверное, да, все-таки определенный объем проблем, накопившийся в прежнем законе, видимо, повлек необходимость внесения каких-то кардинальных изменений в него. А зачем, в принципе, цели и задачи остаются прежними? Если говорить о поставщиках, то это, безусловно, обеспечение конкуренции, обеспечение доступности, прозрачности, которая, в принципе, была и в 94-м законе. То есть те же самые цели и задачи, они сохранились, если говорить действительно о зачем. И, а все-таки почему, наверное, чтобы вот эти цели, которые они и были в 94-м, он достаточно долго формировался, и сама система продолжает формироваться, то именно чтобы достигнуть этих целей. Ну, вот смотрите, Татьяна, вопрос основной, да, если не привязываться к словам, собственно, зачем, почему, я понимаю вашу логику, но тем не менее, нас слушают не только юристы, вопрос как раз связан именно с тем, какого же рода кардинальные изменения, ведь это ваши сейчас слова, я использую, потому что можно было просто какие-то точечные локальные изменения внести в предыдущий закон, выпустить небольшой исправляющий, дополняющий закон, и как бы забыть эту тему на сегодняшний день. Но тем не менее, вероятно, как я себе представляю, а вы сейчас, уважаемые эксперты, меня либо поправите, и скажете, что я не права, либо, наоборот, может быть, у вас похожа точка зрения, что уже пришло время, когда нужно было заново писать эту страницу. Вот так это или нет? И в чем же все-таки заключаются кардинальные вот эти изменения? Ну да, есть, есть как бы изменения в составе самого как бы всего эшелона. Появилась у него голова под названием планирование, достаточно объемное и, в общем, определяющее. И можно сказать, что появился и хвост. Это последний вагон, это непосредственно урегулирована сама система исполнения заключаемых контрактов. Поэтому паровоз, можно сказать, получил два новых вагона, которых раньше не было. Это и голова планирования, и хвост. Если можно, я бы чуть добавил, что то, о чем вы сейчас сказали, это больше как инструменты, те, которые очень существенные, то, чего не хватало в предыдущем законе, но цели те, которые были в предыдущем и в новом, собственно, почему появился новый закон? Потому что поменялось цель и полагание. Может быть, не настолько сильно, как хотелось бы, но тем не менее. Предыдущий закон был больше заточен на борьбу с коррупцией. А сейчас уже не надо с ней бороться. На самом деле, это очень важный вопрос, ради чего мы проводим закупки. Мы проводим для борьбы с коррупцией. Простой пример. Вы, например, живете в большой семье. На бытовом уровне будет более понятно. У вас есть глава семьи, кто-то из старших, есть младшие члены семьи, когда они идут в магазин покупать хлеб. Какова цель приобретения этого хлеба? Борьба с коррупцией, чтобы он не украл 2 копейки, когда он будет покупать хлеб? Или обеспечить семью хлебом? Но проблема в том, что в семье, как правило, степень доверия все-таки выше. Поэтому в семье-то как раз не задумываются о тех 2 копейках, которые, возможно, некий младший член семьи оставит себе в качестве маленьких карманных денег. Еще раз. Я говорю о цели верхнего уровня. Самая главная цель, когда вы идете покупать хлеб, приобрести хлеб для обеспечения своих собственных нужд. То же самое и в любых закупках. Будь то госзакупки, будь то закупки корпораций. Самая главная цель верхнего уровня должна быть обеспечить потребности нужного качества, по оптимальной цене и так далее. Борьба с коррупцией обязательно должна присутствовать. Но если она ставится во главу угла, то хлеб вы не получите. Да, вы проконтролируете, вы наймете 5 еще каких-нибудь шпионов, которые будут смотреть, как он эти 2 копейки сворует или не сворует. Но в итоге вы потратите больше денег и хлеб не купите. Тот, который вам нужен. То, что он испугается покупать хлеб, не покупать хлеб, может быть вообще уйдет, может быть приобретет его, да, по самой низкой цене, но это будет совсем заплесневелый, но для того, чтобы не быть обвиненным в том, что он купил очень хороший, но слишком дорогой. Поэтому самое главное, это не борьба с коррупцией, а обеспечение потребностей. И в новом законе это ставится как целевой показатель, ради чего приобретается продукция. И второе, переходит закон с контроля за элементами, приобрел ли хлеб, например, по самой низкой цене, или анализ целевых эффектов. То есть контракты жизненного цикла, цели, эффекты. Например, с тем же хлебом. Для чего он нужен был? Для того, чтобы прокормить семью, прокормить гостей, которые сейчас придут. А может быть, если для того, чтобы пришли 20 гостей, им нужно не 20 батонов хлеба, а один батон хлеба и 20 кусков колбасы, опять же, утрирую немножко. Но цель поставить что-то хорошее на стол. И не сэкономить на поставке хлеба, чтобы он был самый дешевый, оптовая поставка, все хорошо, но в итоге гости недовольны, они не поели как следует. А для того, чтобы обеспечить нужную потребность. И вот новый закон, он как раз и состоит, с моей точки зрения, из трех ключевых изменений. Первое, то, которое сказала уже коллега, это обеспечиваются этапы и планирования, и контроля исполнения заказа. Второе, эта цель перенаправляется на обеспечение потребности. И третье, когда мы говорим уже не о снижении цены поставки, а о снижении стоимости жизненного цикла и удовлетворении целевых эффектов. Вот, но если совсем в коротком режиме. А теперь поподробнее, да, наверное, я перефразирую свой вопрос следующим образом. Во что это выливается технически и практически для тех, кто, ну тут, наверное, даже с двух сторон целесообразно было бы рассмотреть, и для тех, кто хочет как поставщик поучаствовать с того самого хлеба, и для главы семьи, который хлеб покупает, да, и соответствующий конкурс или закупку осуществляет. Вот, соответственно, какие основные изменения, требования вот в этой части у нас? Ну, хотелось бы еще к тому вопросу, который был изначально поднят, добавить, что правильно изначально все-таки прозвучало, что изменилось и что осталось прежнего. Так вот, печальным, на мой взгляд, в первую очередь, является то, что осталось прежнего. И в первую очередь, это сам источник регулирования этих отношений, непосредственно закон, способ его изложения, то есть доведение до участников этой системы непосредственно тех правил игры, которые будут осуществляться. На мой взгляд, когда читаешь 44-й закон и 94-й, такое чувство, что до момента их написания вообще никогда не существовало такого понятия, как юридическая техника. То есть, когда я читаю 44-й закон и обращаюсь непосредственно потом к тому же Гражданскому кодексу, то есть, может сказать, к вершине законодательства гражданского, то, безусловно, я испытываю просто наслаждение от того способа изложения норм и донесения смысла их, поскольку существует все-таки такое понятие, как юридическая техника. К сожалению, 44-й закон унаследовал эту странную болезнь для меня, 94-го, когда... Непонятность. Да, абсолютно. Татьяна, я прошу прощения, перебью вас, потому что мы сейчас должны две минуты выслушать новости, после этого возвращаемся в прямой эфир и продолжаем обсуждение нашего вопроса. Итак, мы продолжаем обсуждать тему программы. Сегодня мы говорим о госзакупках, новый и старый закон, в чем сходство и различия. Напомню нашим слушателям, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии. Нам можно позвонить, задать вопросы с экспертом или поделиться мнением, рассказом ситуации. Итак, телефон 6510996, код Москвы 495. Ну и также можно написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». Мы постараемся все озвучить, все прокомментировать сегодня. Ну а в гостях у меня находятся Георгий Суходольский, исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок, и Татьяна Денисова, начальник отдела договорной и претензионной исковой работы Центра эффективных закупок tender.ru. Татьяна, мы как раз вот до того, как вы слышали новости, мы с вами обсуждали такой момент. Кстати, не часто вообще его в принципе обсуждают, когда говорят о, неважно из какой области, о каком-то законодательном акте. Вы сказали, что вам как в старом, так и в новом законе очень печально, что сохранилась техника, юридическая техника, то есть способ изложения мысли, способ непонятный, условно говоря. То есть когда тяжело и юристу читать, а уже не юристу, вообще бесполезно, ну это уже мое субъективное мнение, бесполезно читать этот закон и пытаться что-то понять, ну физически, да, то есть изложен он на некачественном, как вы сказали, как я вас поняла, уровне. Да, он некачественный, во-первых, сам закон, он действительно стал больше, в нем 114 статей. И казалось бы, вот оно, но не тот-то было. К нему существует 68 подзаконных актов, и это только федеральный уровень. Сам закон предполагает, что в случаях прямо предусмотренных в 44-м законе возможно издание подзаконных актов также и на региональном уровне, то есть, соответственно, объем регулирующих источников, он на сегодняшний день достаточно большой и не систематизирован. И по той, как бы, системе, заложенной законе, он еще будет и возрастать. Что еще странным является сам факт возникновения закона? То есть, есть такое понимание, да, он был принят в апреле, должен был вступить в силу 1 января 2014 года, и тем не менее, 28 декабря 2013 года принимается федеральный закон, который часть статей относит время вступления в силу, ну, отлагает до 31 марта. Это как минимум некоторые. А почему? Что за статьи, Татьяна? Мысли разные. Почему? Это, в первую очередь, статья о контрактной службе, потому что, ну, не может заказчик, действительно, и не смог с апреля месяца освоить и понять структуру, и ту роль, которая на него, новая роль, она на сегодняшний день никем не осознана. Никто не понимает своих функций, функциональных обязанностей, не может их сформулировать, четко уложить в систему, потому что, ну, даже какие-то элементарные понятия в законе, они просто нарушены, понятия даже общие, специальные нормы. Вот даже обращаясь к способу формирования, к содержанию того же извещения, с которого, по сути дела, и начинается любая закупка, и вот перед заказчиком стоит необходимость сегодня сформировать, непосредственно вот этот бланк извещения, и начинаешь буквально рыть весь закон, и понимаешь, что ты не можешь этого сделать. Почему-то одна часть извещения, как будто бы это общая норма, вынесена во вторую главу закона, потом как будто бы это специальная норма, эта часть извещения в этом, а потом, оказывается, еще внутри всех остальных законодательных актов тоже содержится требование к извещению. То есть совершенно невозможно понять, собрать сегодня, и в голове, чтобы возник хотя бы образ по последовательности процедуры, по ее исчерпаемости, что ли, пониманию того, что ты точно не ошибся, все можешь как бы соблюсти, нет стройности какой-то. Это будет сложно всем. Просто непонятно, ну почему, если человек, который видел, как должна выглядеть процедура, а речь идет действительно о процедуре, о последовательности определенных действий. То есть, Татьяна, правильно я вас понимаю, что даже с точки зрения прочтения, даже государственным чиновникам, да, это же и большие организации, и маленькие, должны действовать на основании этого закона, сложно себе сделать алгоритм действий, образ, как вы говорите, что сделать. Давайте сделаем следующим образом. У нас есть звоночек. Олег, на связи. Слушаем вас, Олег. День добрый. Добрый день. Я немножко не согласен с гостей вашей сегодняшней передачи. Она видит самую главную причину каких-то перекосов, ну, я так понимаю, в практике госзаказа в общих формулировках. Я же, как практик, который оказывает услуги и участникам, и заказчикам, по 94-му закону сейчас будет оказывать по 44-му, вижу всю суть проблемы именно в тех мелких подробностях, которые находятся на самом низу. Но если брать 94-й закон и электронные аукционы, это была одна фраза в одной из статей, где участник по электронному аукциону должен указывать в первой части заявки конкретные показатели. И вся практика госзаказа по 94-му закону потом сложилась вокруг этой фразы, где госзаказчики стали прописывать тысячестраничные требования к первой части заявки. Участники должны были это преодолевать каким-то образом. И вокруг этого выстраивался какой-то рынок, появилась профессия центрального специалиста и так далее. Так вот, в новом 44-м законе я не вижу, вернее, двух вещей, которые бы резко, на мой взгляд, улучшили ситуацию. Первое, это все-таки почему-то до сих пор не разработали единую форму подачи требований к вот этой вот первой части заявки, которую должен указывать участник очень долго мучая. Мне кажется, Олег, извиняюсь, перебил вас. Если я правильно понимаю, это то, о чем Татьяна и говорила как раз вот об этой заявке. Она как раз и сказала, что даже специалисту, а уж не специалисту, именно юристу, и, как вы выразились, не тендерному специалисту, достаточно сложно, прочитав новый 44-й закон, тоже с этой, грубо говоря, заявкой, я сейчас упрощаю специально терминологию в том числе, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим, не только специалистам в этой области, но, тем не менее, достаточно сложно разобраться с этой заявкой. Но я так понимаю, что как раз в этом вы с Татьяной, наверное, имеете общую плоскость и общее похожее мнение, да? А вот второй момент, скажите, Олег, интересно очень. Второй момент, это почему сразу не сделали электронный конкурс? Ведь как только сказали, что сейчас вернутся конкурсы, госзаказчики, образно говоря, сразу вздохнули с облегчением, наконец-таки мы сможем спокойно лоббировать интерес именно наших поставщиков, как это было раньше. Но вот если бы все одновременно видели заявки всех участников, а до этого они были бы так же анонимны, как в электронных аукционах, это бы сразу резко улучшилось ситуацию. Потому что все бы видели, что у одного участника 10 договоров на определенную сумму, по данной тематике у другого 5 договоров, и заказчик не может просто это проигнорировать и поставить участнику с меньшим количеством договоров более высокую оценку. Почему? Вот второй мой самый большой вопрос. Почему сразу не вводятся электронные конкурсы? Вопрос, естественно, не к гостям, а так скорее воздух. Ну, может быть, они как-то это прокомментируют. Мнение, ну понятно. Можно прокомментировать это так. Олег, спасибо огромное. Спасибо большое. Еще летом 2012 года, когда законопроект только готовился, собирались предпринимательские объединения, то есть Национальная ассоциация институтов закупок, Деловая Россия, ТПП, РСПП, опоры, и пытались выработать общие подходы как раз от предпринимательства, что бы хотелось видеть в этом законе. В том числе высказывалось пожелание, что были электронные способы закупок, чтобы не только на бумаге передавали, но, по крайней мере, как право для заказчика проводить эти процедуры в электронном виде. Были и обещания со стороны госорганов в конце еще 2012 года, что да, обязательно электронные процедуры введем, не только электронный аукцион. Почему в итоге, когда закон был принят, электронных процедур, кроме электронного аукциона, так и не появилось? Вопрос либо риторический, либо политический, поэтому я думаю, что обсуждать его сейчас бессмысленно, особенно учитывая, что... То есть это тот недочет, который перекочевал из 1994 в 1944, белое пятно не закрыто? Который сейчас исправляется. Наконец, сейчас появился законопроект о том, что проводите процедуры в электронном виде, начиная с лета этого года. Но это пока законопроект, который еще Госдумой не принят, который обсуждается. Там тоже есть определенные нюансы в самом описании электронных процедур, но это уже больше к юристам, чем к широкой публике. Ну то есть сейчас у нас вышел закон, часть норм еще не вступила, а мы уже латаем, да? Да, все как обычно. Ну вот то, что касается конкурсов конкретно электронных, то есть я согласна с моим коллегой, что все-таки больше склоняюсь к мысли, что это вопрос политический, а то, что вы сказали по объему договоров там заключенных, то есть по прозрачности процедуры тех документов, которые предъявляются участниками в составе заявки, в принципе, сегодня-то как раз в отношении конкурсов вопрос решен немножечко иначе. То есть они разделены сегодня на виды, на такие, как открытый конкурс, потом двухэтапный конкурс с неограниченным участием. И, как ни странно, то есть в открытом конкурсе какие-либо дополнительные требования к участникам на сегодняшний день вообще не предусмотрены. То есть те же самые требования и квалификации. То есть основной объем конкурсов пойдет по единым требованиям, предъявляемым к участникам. И только вот эти специфические процедуры с наличием двухэтапного конкурса или квалификационные какие-то требования, они появятся уже, как бы, будут существовать отдельно. В других видах, ну, не так масштабно будут применяться, как в 94-м, то есть устанавливались тоже, ну, специфика была в каких случаях. Ну, специфика, вот, Татьяна, перебью вас на секунду, но специфика имеет эта палка о двух концах. С одной стороны, вспоминаем, что нам сегодня Георгий рассказывает, что самое главное – это хлеб купите, причем хороший, правильный, чтобы гостям понравилось и нужное количество, да. Но вспоминаем еще о том, что как только мы вообще говорим о квалификации или о специфике более широкое слово в данной ситуации, у нас, мне кажется, субъективными именами отсюда шли уже конкурсы, заточенные, если уж своими именами называть, под конкретного поставщика или конкретную организацию, когда, я не знаю, там, ручка для лопаты, условно говоря, должна была быть только серая с черным, и ни в коем случае не желтая с красным, да, ну, вот условно, это очень важно, какого цвета, ручка для лопат, поэтому, а в данной ситуации, может быть, в этом и есть специфический плюс, хотя Георгий нас поправил и сказал, что, наоборот, это не сама цель этого закона борьба с коррупцией, но, тем не менее, одно другому же все-таки не мешает, может быть, в данной ситуации это тоже плюс или нет, как вы считаете? Плюс отсутствие электронной процедуры конкурса? Нет, плюс отсутствие менее масштабного, скажем так, количества конкурсов со специфическими требованиями. Нет, думаю, что, наверное, да, наверное, да, безусловно. Для людей, обладающими такими глубокими познаниями и опытом, то, что называется, безусловно, это печально, они хотели бы, конечно, ну, конкурировать этими своими признаками. А для общей доступности... А что важнее? Для хлеба, для семьи? Вообще, нет, я-то считаю, государство-то, оно как раз не закупает хлеб, оно распределяет его, ну, как бы уже все куплено. Да, самое главное, чтобы всем досталось и в той мере, в которой определяет государство, то есть распределяет оно его все-таки, а не покупает. Нет, ну, у нас такой, я прошу прощения, Георгий, я прерву вас, такой образный был момент, тем не менее, слушаем новости, две минуты, возвращаемся в прямой эфир, продолжаем обсуждать. Окей. Итак, мы обсуждаем сегодня, напоминаю, тему сходства и различия нового и старого закона, говорим о госзакупках, закон, соответственно, новый 44-й, старый 94-й. Телефон студии, мы находимся в прямом эфире 65 10 99 и 6, код Москва 495, можно также ваш вопрос, комментарий, мнение написать на сайт finam.fm, ну, а мне помогают вести сегодня программу, и рассказывают мне и нашим слушателям, собственно говоря, тонкости вот этих двух новых и старого закона о госзакупках, эксперты Георгий Суходольский, исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок, и Татьяна Денисова, начальник отдела договорной и претензионно-исковой работы Центра эффективных закупок tender.ru. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире, можно позвонить, спросить экспертов, задать вопрос, высказать мнение, тем более, что вот даже некие различные точки зрения у нас уже возникают в эфире, в том числе среди гостей. Вот у нас, например, Георгий сказал, что, по его мнению, из главы угла уходит задача борьбы с коррупцией, и, собственно говоря, приходит задача все-таки приобретения того, что нужно, для чего изначально все это создается, да? Тем не менее, и то, и другое должно здесь присутствовать, мы это обсуждаем. Кстати, у нас есть звоночек, я предлагаю тогда нашим экспертам сначала выслушать звонок, Кирилл на связи, а потом продолжит беседу. Кирилл, слушаем вас. Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос, вернее, даже немножко критика передачи. Просто очень много рассуждаете там эмоции, как все плохо, хотелось бы услышать конкретно, чем отличаются два закона. Просто я не услышал ни одного конкретного пункта, почему они отличаются. Хорошо, Кирилл, спасибо за вопрос. Я немножко напомню содержание первой части, может быть, вы не с самого начала слушали, потому что такие пункты уже четко были названы Татьяной в самом начале программы. Она говорила о появлении так называемого «главы и хвоста» у процедуры госзакупок. Речь шла о планировании и о контроле системы исполнения. Это первый момент. Но я думаю, что, тем не менее, вся наша программа, мы только на середине находимся, посвящена именно сходстве и различия, поэтому вопрос у вас хороший. Кирилл и мы продолжим сегодня это обсуждать и будем об этом говорить. Кстати, между прочим, слушатель, который звонил, тоже представился и сказал, что он занимается непосредственно в этой системе, его работа располагается. Олег, он как раз сказал, что есть и плохие моменты, которые перекочевали из старого закона в новый, в том числе отсутствие электронного конкурса. А Георгий, это такое у меня получилось резюме из двух частей сейчас для всех наших слушателей, а Георгий поправил и сказал, что у нас, соответственно, сейчас, возможно, будет заплатка в этой части для закона. По крайней мере, такой федеральный закон с обсуждением этих изменений уже рассматривается и предполагается процедуру эту ввести. Я бы хотела вот о чем поговорить и продолжить как раз обсуждение сходства и различия старого и нового закона в той части со стороны поставщика. Я условно говорю поставщика со стороны того лица, который хочет, желает участвовать в этой процедуре. Какие есть изменения? В первую очередь мы смотрим со стороны изменений, естественно. И, в принципе, какие-то принципиальные моменты, которые нужно помнить. С точки зрения поставщика, в первую очередь, хочется отметить это появление, наконец-таки, я так полагаю, это урегулированности размера неустойки, применяемой при ненадлежащем исполнении контракта, либо при нарушении сроков его исполнения. То есть, если раньше размер такой неустойки мог заказчикам устанавливаться самостоятельно, то есть высший ее предел, низший предел был заложен в 94-м законе, и это являлось для заказчиков инструментом борьбы с нежелательными поставщиками, который негласно говорил, когда придет мой поставщик, то я эту неустойку применять, конечно же, не буду. А если ты придешь ко мне, чужой человек, то я ее применю по полной. Такую неустойку можно было изменить только в судебном порядке, обосновав ее несоразмерность тем убыткам, которые причинились заказчику в результате тех или иных действий поставщика. Сегодня такой момент урегулирован, то есть зафиксирован высший предел, причем двух видов нарушений. Это, опять же повторяю, это в случае нарушения сроков и в случае иного ненадлежащего исполнения контракта. То есть как бы это уходит, проблема с ареной, уходит такой инструмент манипуляции заказчика. Появился второй инструмент под названием антидемпинговые меры. То есть это борьба с поставщиками, которые, по сути дела, иногда даже не имея намерения заключать контракт, так называемые демпингеры снижают цену. И зафиксирован предел такого снижения с точки зрения квалификации, то есть является участник демпингером или нет, это 25% от начальной максимальной цены. Снижение в процедуре приводит к применению к такому участнику завышенных требований. Ну, может, особо их конкретизировать не стоит, но тем не менее, насколько они целесообразны, насколько они будут эффективны и достигать поставленных целей, как бы это уже вопрос практики, на мой взгляд. То есть снизить цену значительно более 25% может сейчас только компания, которая готова пройти, скажем, повышенный тест к собственной персоне. Совершенно верно, да. А кто определяет эти требования дополнительные? Они уже определены как бы законом, они выражаются либо в завышении объемов предоставления, то есть гарантии исполнения, то есть контракта, либо, во-первых, предоставляется заказчикам возможность опять же, там, варьировать критериями оценки заявок в конкурсе, ну и опять же, еще и к опыту опять обращаются, то есть необходимость подтверждать наличие опыта у таких поставщиков, которые снижают цену, либо необходимость подтверждать свою возможность исполнить такой контракт на таких условиях. Насколько это будет эффективно? Это сегодня очень как бы сомнительно, но тем не менее, сам механизм заложен, сам инструмент как бы найден, и, наверное, он будет оттачиваться и формироваться в ходе практики, потому что сегодня он вызывает очень много как бы сомнений в эффективности. А закон будет лататься, лататься, да, как обычно? Да, закон он уже как бы выглядит достаточно недолатанным, потому что, опять же, вторая же сложность, что он буквально испещрён нормами, которые вступают в 2015 году, в 2016 и даже в 2017. То есть он больше похож на прогнозный сегодня. Ну как, вектор нашего движения в области госзакупок уже определён, да? Пока наступит 2017 год, ещё пару раз изменится. Как это стандартно у нас происходит, да? Если можно, я продолжу ещё, потому что изменений для поставщика значительно... То есть то, о чём мы начали говорить, может быть, это по убыванию важности для поставщика, но изменений достаточно много. Кроме уже перечисленного, там появляется ещё и обязательное обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах. То есть если раньше оно могло присутствовать, могло отсутствовать, то сейчас оно становится обязательным. Появляется уточнение механизмов расторжения контрактов, уже заключённых в одностороннем порядке и со стороны заказчика, и со стороны поставщика. Здесь то, чего раньше практически не было, только частично в конце прошлого года было внесено в 1994-м ещё законе, но получило развитие дополнительное. Плюс борьба с недобросовестными поставщиками усилено в рамках реестра недобросовестных подрядчиков. А в чём это усиление, сразу скажите? В этот реестр вносится не только сам подрядчик, но и его органы. Например, это вносит... Директор. Директор, учредитель. Пофамильный уже, условно говоря. То есть если они создали из ООО «Ромашка плюс» все совпадения случайные, а у Василёк плюс, то всё равно мы увидим те же самые персоны, и они уже отражаются. Есть нюансы, как оно потом используется, потому что для физических лиц, те, которые внесены в реестр, запрета на дальнейшее участие почему-то не появилась, то ли это случайность, то ли это намеренно было сделано, можно обсуждать отдельно, но принципиально в реестр вносится как компания, так и её учредители, так и её головные ключевые органы. Так, что ещё скажите? Можно продолжить. На стадии исполнения контракта появились такие формы контроля, как общественный контроль, содержанием которым является наделение и физических, и юридических лиц, общественных организаций, правом затребовать у заказчика информации о ходе исполнения контракта, что, в принципе, позволит видеть, соответствует ли действительности то, что торговалось, и то, что не, соответственно, закупается. Любое физическое лицо? Да. Нет, вот если можно, здесь я как раз уточню, потому что мы как раз, как общественная организация, занимаемся общественным контролем уже с начала своего существования, начинали когда-то с миллиардных контрактов, ведём общественное обсуждение по миллиардным контрактам и по общественному контролю в целом. То, что предусмотрено общественным контролем в 44-м законе, там есть норма, что субъектами общественного контроля являются граждане, общественные объединения, и объединения юридических лиц. Но дальше в статье, когда перечисляются уже специальные права для субъектов общественного контроля, перечисляются только общественные объединения и объединения юридических лиц. Граждане у нас потерялись. Да, граждане дальше потерялись. В качестве вот таких прав, как было совершенно справедливо сказано, это и запросы к заказчику, и... Так в итоге граждане могут запросить или нет? Вот я вот сейчас закончится программа, мне что-то станет интересно, условно, или любому нашему слушателю. Может, гражданин, вот просто физическое лицо, какой-то запрос... Ну, наверное, уже опосредованно, через общественную организацию. Либо вы можете запросить, как потенциальный участник размещения какого-то конкретного заказа, пока он еще только размещается, и пока... Нет, мы говорим о ходе, уже исполнение. Вот о ходе тут, извините вам, специальных прав, к сожалению, или, к счастью, неизвестно, не предоставлено. Это уже вопрос толкования, поскольку в любом случае ответы на такие запросы предоставляются по иному закону, который регулирует именно право на обращение физических лиц в органы государственной власти за получение информации и, соответственно, получение... Но смысл в другом, что вот этот этап, он становится подконтрольным. И он не только таким образом контролируется, а он контролируется еще двумя моментами. Это необходимость, более объемный отчет об исполнении контракта, опять же, заказчику размещать в единой информационной системе. Это первый момент. А второй момент, то, что любая приемка товара на сегодняшний день становится экспертной. Любая экспертной по определению, но экспертизу заказчик... С этого места поподробнее, пожалуйста. Заказчик обязан проводить экспертную приемку своими силами. А что значит своими силами? Это значит, он всегда должен будет отвечать на вопрос, а соответствует ли предоставленный там товар, работа и услуга тем требованиям контракта, которые были заявлены. Он должен будет формулировать такой вывод в приемочном акте. И предусмотрены прямо случаи в законе, в основном все случаи относятся к закупке товара у единственного поставщика. Это обязательная экспертная приемка с привлечением экспертных организаций, сторонних организаций, обладающих специальными познаниями, опытами и квалификацией. То есть, вот тоже очень важные отличия, направленные на устранение тех недостатков 94-го, когда на бумаге написано одно, а на складе лежит совершенно другое. Более того, еще не вступает в силу нормы, но будет с 2015 года. Это когда необходимость заказчику обосновывать закупаемый товар, то есть, его соответствует целям закупки. То есть, борьба с таким явлением, когда товары закупаются на склад и, по сути дела, не используются для достижения тех целей, которые ставятся перед государственными заказчиками либо муниципальными. То есть, ну это тоже будущее. У меня такой вопрос, Татьяна. Смотрите, получается у нас экспертная приемка. Ну, это и хорошо, и плохо. Это хорошо мне, как юристу, если будет спор по качеству по контракту, условно говоря. Но, с другой стороны, то, что вы сейчас сказали про 2015 год, необходимость обоснования закупки, не получится ли? Опять же, для проведения каждой закупки нам нужно вот такой ворох бумаг сделать и как-то этим прикрыть. Мы на этот вопрос ответим после того, как две минуты выслушаем новости и вернемся в эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему сходства и различия закона о госзакупках, который мы называем старый. И носил он номер 94-й, и условно новый, потому что он не весь, как мы сегодня выяснили, уже вступил в силу. Что-то у нас с 1 января, что-то с 31 марта. До 2017 года у нас есть некоторые статьи, но, тем не менее, номер у него 44. Мы обсуждаем вот эти сходства и различия. И, как выяснилось, их достаточно много. Я напомню, что мы в прямом эфире 6510996, код Москвы 495. Это телефон, по которому можно позвонить, задать ваш вопрос, либо поделиться мнением. И также можно вопрос, мнение, историю, рассказ написать на сайте финам.фм, на страничку программы «Формулы права». Но у меня в студии находится Татьяна Денисова, начальник отдела договорной и петензионной исковой работы Центра эффективных закупок «Тендеры.ру» и Георгий Суходольский, исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок. Мы обсуждали, вот до того, как слушали новости, сейчас мы как раз обсуждали с точки зрения поставщика, какие у нас отличия или основные такие моменты в новом законе предусмотрены. Достаточно много мы их назвали. Буквально кратко сейчас вот по своим прям маленьким записям. Во-первых, урегулированный размер неустойки, то, чего не было раньше в 94-м, сейчас более понятно, прозрачно это процедура, ее размер, антидемпинговые меры также предусмотрены. Пояснять не буду, мы об этом говорили в третьей части нашей программы. Также обеспечительные меры, обеспечение заявок на участие введено как обязательное требование. Раньше это было не обязательно, зависело от заказчика, если я правильно поняла. Уточнен механизм расторжения уже существующего контракта и с точки зрения одностороннего расторжения заказчикам и поставщикам. Также усилена борьба с недобросовестными поставщиками в плане, это нам как раз Георгий рассказал, что сейчас не только сама организация включает в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков, но и ее учредители и руководители, хотя пока что, тем не менее, запреты на создание, например, других компаний участия в другом варианте, в процедуре госзакупок пока что не существует, но я думаю, что это возможно, это вопрос времени. И мы также обсуждали вопрос общественного контроля, несколько видоизменено сейчас, это вот уже в существующей версии 44-го закона, хотя некоторый вопрос возник, могут ли граждане, физические лица участвовать в этой процедуре, но тем не менее, более открытая информация также должна предоставляться. по поводу исполнения, ходу исполнения контракта, возможность, соответственно, требовать этой информации у субъектов общественного контроля. Говорили также об экспертной приемке, своими силами, а если речь идет о закупке единственным поставщиком, то здесь уже и сторонний эксперт требуется, и с 2015 года, как нам пояснила Татьяна, уже будет необходимо обосновывать вообще саму по себе закупку, чтобы не была закупка у нас за государственный бюджетный счет на склад никому не нужных каких-то вещей. Тем не менее, как раз мой вопрос перед тем, как мы прервались на новости, заключался, не будет ли опять у нас огромные талмуды должны быть подготовлены для осуществления закупки, в том числе обосновании ее необходимости и прочего-прочего. Ну и хотелось бы кратко, тезисно продолжить для наших слушателей, в чем же отличие, что еще нового, если есть, мы тогда достаточно уже назвали, с точки зрения поставщика. Что считаете? Если продолжить тему, что еще нового с точки зрения поставщика, это, наверное, акценты на малый и средний бизнес, тот, который, та тема, которая пронизывает политику государства в целом по разным самым направлениям, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса, это реализуется в рамках дорожной карты, которая была принята в прошлом году по поддержке малого и среднего бизнеса, по участию в закупках компаний с госучастием. То есть это не контрактные системы, не государственный бюджет, а это бюджет государственных компаний, корпораций и естественных монополий. Там достаточно много субъектов, перечислять подробнее не буду. В конце года вышло две директивы. Сейчас директивы, я имею в виду, для представителей государства, советов директоров этих госкомпаний. Что именно надо сделать внутри госкомпаний, какие органы создать, достаточно серьезная работа им предстоит. Это уже с точки зрения госкомпаний. С точки зрения самих поставщиков, для них выделяется необходимое квотирование и в рамках контрактной системы, и в рамках системы госкомпаний. Причем для госкомпаний изменениями от 28 декабря прошлого года, то есть как раз под Новый год, в 223 закона о закупках госкомпаний, внесены изменения, что если компания вдруг не исполняет полностью требования о работе с малым и средним бизнесом, или требования по отчетности о работе с малым и средним бизнесом, то она будет обязана работать по правилам закона о госзакупках. Разница колоссальная для госкомпаний, потому что либо это государственный... Мотив у них будет. Мотив будет, потому что либо требования госбюджета своими жесткими правилами, либо более-менее мягкие нормы, там где компания может работать как субъект рыночный, у которого есть конкуренты, и которые пытаются каким-то образом, может быть... Ладно, не буду уже вдаваться в эти подробности. Таким образом, у малого и среднего бизнеса квоты вырастают, возможности вырастают. Но для того, чтобы реализовать свои возможности, сам малый и средний бизнес должен принимать активное участие в этой работе. Во-первых, он должен развиваться. В рамках работы с государственными корпорациями есть механизмы сейчас государственного партнерства, в которых малый бизнес тоже может принимать участие. Это отдельная тема, может быть, для передачи, каким образом госкомпании сейчас по этим директивам, по дорожной карте могут работать с малым и средним бизнесом, но механизмы так или иначе возникают. В рамках госзаказа, который мы сейчас обсуждаем, то же самое. Есть и квоты, и есть возможности специальных преференций. Георгий, я на секунду вас перебью и объясню, почему. Потому что мне бы очень хотелось для наших слушателей попросить вас рассказать, что такое дорожная карта. Мы это дважды уже называли, дорожная карта, дорожная карта. Несмотря на то, что я в целом понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее я почему-то представляю себе план какой-нибудь дороги или карту или еще что-то. Давайте объясним, как это касается все-таки малого бизнеса, о чем вы говорите. Национальные предпринимательские инициативы были инициированы для того, чтобы улучшить вообще предпринимательский климат в Российской Федерации формально разделяется на несколько, примерно полтора десятка так называемых дорожных карт. Каждая дорожная карта, по сути, это план мероприятий в рамках определенного направления. Поэтому, если мы говорим о дорожной карте по поддержке малого и среднего бизнеса при закупке компании с госучастием, то это план мероприятий, что и когда надо сделать, например, внести изменения в законодательство по такому-то вопросу, то, чтобы на выходе было постановление правительства либо изменения в уже действующие нормативные акты, которые бы реализовывали требуемые механизмы. Опять же, вектор, как мы развиваем какую-то конкретную отрасль, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе, ну и в частности, сегодня конкретно нас интересует та часть, которая связана с участием в госзакупках, вообще работе с госкомпанией. Правильно я понимаю? Только немножко разделяю сразу. Госзакупки — это 44-й и 94-й, это контрактная система, там, где средства из бюджета госкомпаний, это их собственное средство, это 223-й закон. Дорожная карта, она посвящена только работе с 223-м, с госкомпаниями. Планировала еще отдельная дорожная карта по поддержке малого и среднего бизнеса в госзаказе, но до нее пока так не дошли. Понятно. Итак, мы остановились, у нас буквально 3 минуточки осталось. Есть еще вопрос, который, естественно, я не успею, видимо, задать, но, тем не менее, преференции малому и среднему бизнесу, правильно ли я понимаю, что сейчас в новом законе, а не следующий, во-первых, увеличилось квотирование, немножко, если затронуть 223-й закон, то тогда у них, как мы обсуждали, есть мотив работать с малым и средним бизнесом, потому что, если они не выполнят определенные требования, то им придется в более жестких условиях работать по 94-му закону. Причем работать напрямую с малым и средним бизнесом, либо через субподряд, и тоже, как возможность, предусмотрена. То есть сейчас через колено, условно говоря, это все равно для них правильный вариант развития событий. Смотрите, 2 минуточки, буквально, есть какие-то принципиальные, ну, совсем самые принципиальные, самые жесткие отличия нового закона именно с точки зрения заказчика? Наверное, для заказчика самая тяжелая будет этап... Изучить закон. Ну, изучить закон, это понятно. В части планирования заранее ему надо запрогнозировать все, что он хочет купить, более жесткие нормы и более долгосрочное планирование. Вводится нормирование, когда заказчик должен заранее определиться, какие у него потребности, должен обосновывать все свои действия, в том числе и потребность как таковую, то есть обоснование потребности. То есть тем самым... Много еще можно перечислять, но учитывая, что совсем времени нет... Да, ну, в первую очередь, заказчик сегодня у нас не получил того, чем мы ему обещали, это типовых документов, продекларированных тех же типовых контрактов, типовых там библиотеки контрактов, еще чего-то. То есть документов, даже то типовое положение контрактной службы, которое вышло, и, казалось бы, оно должно расширить действия закона, то есть более специализировано... Детализировать. Оно не сделало этого, оно выглядит так же скромно, как сам закон. То есть заказчику придется все делать самому. Либо объединяться совместными усилиями, потому что в одиночку не успевать. И в итоге, когда каждый заказчик должен решать одну и ту же задачу очень серьезного уровня, то проще объединять усилия либо регионально, либо муниципально, либо, может быть, отрочливым образом, как угодно, для того, чтобы типовые решения создавать хотя бы самим. Мы сегодня говорим о 44-м, 94-м. Ну, ладно, у нас 94-й не один год существует. Были такие объединения? То есть это вообще практиковалось? Вы думаете, что по науру будет практиковалось? На уровне Москвы, да. То есть есть и действует сегодня типовое положение о закупках, есть типовые контракты, есть система даже, которая наполнена всеми этими продуктами, которые, опять же, тоже вступают в противоречие с действительностью, с реальной. Ну, как бы механизм на региональном уровне, он где-то запущен. Но в любом случае, на уровне федерации, на уровне закона 44-го, заказчик сегодня не получил тех типовых документов, внутри которых он мог бы просто исполнять волю, заложенную в нем. Сегодня он должен фантазировать, толковать, додумывать и всякие разбояться. А все не разбоятся. Те сложности в прочтении, банально в прочтении закона, о которых вы, Татьяна, нам сегодня рассказывали. Если можно, одно слово только. Буквально секундочку. Как раз понимая всю проблему, мы сейчас запустили совместно с Деловой России проект контрактных систем в действии для поддержки регионов, для выработки типовых решений. То есть для помощи именно в том, о чем мы говорим. Как это сделать? Георгий Суходольский, Татьяна Денисова были сегодня у меня в студии. Помогали разобраться в проблемах госзакупок в старом новом законе. Каждый четверг 11.00. Формула права в прямом эфире. Спасибо.